Белоснежные стены областного краеведческого музея скоро окрасятся в яркие краски, в зависимости от тематики пространства. Но помимо внутренней отделки рабочим еще есть чем заняться. На всю внутреннюю отделку по системе инженерно-технического обеспечения, по наружным, по внутренним, мы уже на финише, наружные полностью 100% выполнены. Внутренняя отделка, по большей части. К этому этапу шли несколько лет. Еще в 2019-м, в начале реконструкции, подрядчик столкнулся с непредвиденными работами. Вскрытые межэтажные перекрытия не смогли бы выдержать планируемые нагрузки от экскурсионных групп и экспозиционного оборудования. Корректировка документации, согласование, дополнительные работы – все это заняло целый год. Проектирование, обследование выполнялось точечно, потому что это был действующим музей, финансирование реконструкции, будущее было не определено. На этом трудности не закончились. Новый вызов в 2021-м – неконтролируемый рост строительных материалов. Снова корректировка проекта и экспертиза, заключение нового контракта. Но теперь самое сложное позади. Сотрудники музея, которые все это время ютились во временном помещении на Павлова 1А, с нетерпением ждут возвращения. Интерактивность, конечно, будет, это требование сегодняшнего времени, но будет очень хороший симбиоз интерактивного и артефактов, которые позволят артефакт дополнить и представить, как вы правильно сказали, ветерком, дождиком. После реконструкции здание будет отвечать всем требованиям доступности для людей с инвалидностью. Об этом нам рассказали с особой гордостью, ведь прежде возникало немало проблем, как минимум из-за отсутствия лифта, теперь их будет целых два. Кроме того, весь музей оборудует тактильными, звуковыми, информационными, техническими средствами. Они позволят посещать учреждения всем категориям людей с ограниченными возможностями здоровья. Элина Шагенова, Максим Чинкин, ТВ, 21+.